привет ну что давайте продолжать с вами вторую часть нашего видео если вы не видели еще первую часть о природных материалов все ссылки в описании и скажу так самыми любимыми моими природными материалами является шишки безумно люблю шишки со всех краев света и мира и если где-то отдыхаю всегда привожу хоть что-то оттуда и этим летом мы отдыхали в турции если вы отдыхали в турции то вы обязательно привезли большие красивые турецкие шишки знаете за этот год я получила очень очень много сообщений что это за шишка которую вы привезли с турцией эти шишки так и называются шишки турецкой сосны и если вы отдыхали в турции кстати напишите были ли в этом красивом просто старинном городе город называется селевки нам безумно понравилось моя дочка постоянно просится туда и именно в этом месте огромные-огромные сосны именно с этого места я привезла себе пару шишек еще не использовала ни в одной своей работе не знаю может быть и не буду так как знаете многие привозят с отдыха магниты какие-то сувениры для меня всегда с сувениром является шишки или какие-либо природные материалы также у нас возле отеля росло очень интересное растение на нем были вот такие маленькие шишки не знаю что это за шишки я пару штучек их сорвала засушила и еще в турции есть разновидность акации вот с такими интересными плодами классная вещь но к сожалению я себе сорвала только одну штучку теперь она украшает мою вазочку в которой у меня находятся все шишки тоже интересный сухо цвет и скажу так особенно если вы живете в турции у вас огромный выбор природных материалов и из которых можно делать интересные вещи следующие шишки это ель канадская или сизая как у нас и называют она у нас есть в беларуси и кстати растет она у нас в брестской крепости очень часто я туда попадаю и постоянно выходим оттуда шишками на блестской крепости много разных разновидностей шишки такие же как самые обычные еловые сосновые также вот эта канадская ель самая обычная сосна я думаю с этими шишками знакомить никого не надо мне кажется они есть по всему миру возможно они отличаются между собой но самая обычная сосна у нас растет везде на каждом углу как-то надо мной смеялись что у меня есть любимое дерево да у меня есть любимое дерево это лиственница она одна единственная просто которую я безумно люблю и знаете наверное это все таки такие детские воспоминания если вы живете в беларуси и вы были в дворце пусловский или там где жил тогда уж костюшка и возле этого дворца раньше росли две лиственницы на данный момент она осталась одна она очень очень огромная к ней долеть просто невозможно но я туда очень часто попадаю недалеко от этого замка жила моя бабушка и все свое детство находясь рядом мы стали туда и я собирала эти шишки знаете для меня эти шишки они оказываются такими какими-то самыми близкими самыми теплыми поэтому каждый раз когда я там бываю я тяну все эти шишки домой я собираю все ветки которые валяются на земле просто загружая у багажник машины и домой и уже дома я с ними разбираюсь и сушу если они мокрые муж всегда надо мной смеется потому что багажник завален только этими ветками но деваться некуда я не могу оставить эти ветки там и пропадать этим самым красивым маленьким шишкам просто на земле поэтому если спросить у меня что находится у меня в сумке вы знаете этой серии видео что в моей сумке то у меня всегда там находится ножницы и секатор я всегда и везде и беру с собой а еще пакеты они всегда вам пригодятся маленькие шишки ольхи если у вас есть ольха она растет огромная с ним всегда падают такие маленькие шишки знаете она растет недалеко от моего дома и только пару лет назад я заметила что это ольха и с нее можно собирать шишки с тех пор как только приходит сезон я к речке и за шишками красиво дополняют новогодние работы они маленькие но не такие очень фактурные кипарис кто живет таких южных странах средиземноморских так сказать там растут кипарисы в беларуси их нету и очень жалко свои шишки я привезла с болгарии они точно так же мне лежат в коробочке пока что нигде их не использовала пару штучек где-то возьму но ну не знаю знаете в шишки которые привезены откуда-то нам хочется использовать в тех работах которые прям вот будут такими запоминающимся а когда мы просто что-то делаем так от нечего делать использовать их там не хочется потому что жалко так еще одни такие для меня были интересными шишками это псевдо цуха интересное название не понимаю почему его там так назвали не знаю чем это связано но мне когда-то эти шишки принесла мама и с тех пор она мне каждый год притаскивает их целый пакет не так они особо красиво смотрится просто как когда их покрасишь и именно эти шишки я люблю использовать в подсвечниках я их крашу любой краской все что у вас есть дома потом наношу какой-то пва клей чтобы приклеили сверху блестки посыпали получается вот такая красота и вот это просто шикарная ветка с шишками прошлом году перед новым годом мы поехали сестрой на рынок и знаете как обычно продают елки и у нас на рынке всякие разные бабушки дедушки продавали ветки для того чтобы украсить ими там новогодний стол или свой дом если вдруг у вас не так много места для того чтобы поставить живую настоящую большущую новогоднюю елку и я эту ветку купила у дедушки на тот момент я спросил у него как называется это сосна он сказал канадская но порой порывшись в интернете я нашла что ее вообще называют желтая сосна очень интересно на ней шишки они даже колючие мне напоминает вот розу как шипы у розы и я задалась вопросом если дедушка срезал где-то эту ветку значит где-то должна расти такая сосна я начала искать 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 толком ничего не нашла но в один прекрасный момент я гуляла с ребенком также возле речки и нашла нашла эти сосны шикарно они растут красивые безумно красиво на них шишки они совсем разнообразные и знаете я всегда говорила что если мы чего-то очень сильно хотим мы обязательно это достигнем или это найдем потому что невозможно по-другому ставим себе цель и идем к ней на пролом так вот я нашла тогда шишки и что самое интересное их оторвать от ветки было не так то легко поэтому для того чтобы их срезать пришлось брать дома пилочку по металлу потому что другого у меня не было я нарезала себе не совсем немного шишек после того как они у меня раскрылись они у меня так и лежат лежат и хранятся они у меня вот именно в моих пластиковых больших ящиках для того чтобы они всегда были у меня сухими они хорошо хорошо все высохли и теперь впереди новый год впереди куча проектов поэтому будем воплощать их в реальность также у меня совсем немножко есть еловых шишек не совсем я люблю эти шишки с них постоянно вываливаются семена и не всегда они в лесу попадаются красивыми потому что белки умудряются их погрызть также мне в этой коробке есть вот такие коробочки лотоса я их сама не заготавливала а купила как-то нашла в интернете и решила приобрести купила себе тогда 10 коробочек пару использовала пару осталось не всем нравится это растение в работах поэтому оно такое на всякий случай также если у вас есть папа брат муж дедушка бабушка есть такие бабушки которые тоже могут это сделать у нас под окнами спиливали деревья я один из этих стволиков полик короче я одно бревно утянула с собой домой дома надо мной смеялись потому что я опять притянула домой просто то что на данный момент не нужно но она у меня высохла она сохла долго и потом я попросила свою папу его нарезать папа забрал его с собой на работу нарезал мне такие кругляши и сделал заготовки разных по форме разные по размеру так что в дальнейшем тоже буду их использовать и так как мы перешли к дереву знаете раньше не задумывалась на мне как-то писали почему я не использую кору от дерева и я нашла для себя другой вариант кору от дерева на улице взять ее нужно хорошо тоже просушить обязательно просушить потому что она будет мягкая она будет мокрая и в ней могут быть всякие мошки но на тот момент я думаю пересаживала орхидеи покупала специальный грунт но короче вот эту кору дерево она осталась и я вот эти маленькие заготовки использовала также в своих топиаре поэтому если вы думаете заготовить вам кору дерева самому или можно пойти просто и купить кору которую используют для орхидеи да продается она в цветочных магазинах ну и в принципе все шишки которые я вам показывала они уже есть здесь и многие из них я использую но также я вам покажу то что есть у меня что я не использую своих работах не использую это за счет того что это было вот как я говорила откуда-то привезено и для меня эта вещь очень много значит поэтому они у меня хранятся вот в этой вазочки маловатые конечно но надо будет что-то с этим делать ну и давайте сейчас я вам покажу еще пару шишек именно из этой моей вазочки и первые будут это шишки горной сосны привозила я ее из польши и сейчас беларуси я начну наблюдать что именно эту сосну начали сажать именно на клумбах она такая маленькая хорошенькая и там тоже есть эти шишки их конечно на сосне не так много как там где она изначально произрастает но шишки очень интересные они такие выкручены ну и шишки которые за все свое время я использовала только одну штуку эти шишки были привезены с байкала и когда я была там эти шишки просто была цель так сказать цель привести оттуда они у меня лежат уже пару лет использовать их не хочу и не буду они у меня до сих пор с орешками но я также думаю что в работах хоть они такие красивые но храниться они не будут они разлазятся и облетают так как они очень такие хрупкие за счет того что внутри находятся орешки также когда я была в болгарии я нашла всего лишь две шишки как оказалось это шишки эльдарской сосны в принципе это та же самая турецкая шишка только другой разновидности которая растет немножко в другом месте она тоже большая но она немножко отличается по цвету она чуть-чуть такая с сероватым напылением можно сказать одна шишка была полу раскрытая вторая не раскрытая вообще и она у меня уже за много лет даже не раскрылась у меня есть вот такая огромная-огромная шишка покупала я ее у нас на ярмарке когда спрашиваешь обычно на ярмарках или где-то что это за шишка не все всегда понимают откуда она но в итоге мне сказали что я привезли с европы да в европе есть такие огромные шишки поэтому я в надежде что когда-нибудь я туда по ей попаду и привезу себе еще пару штук вот такие шишки это тоже сосна но южная как оказывается больше всего разновидности это сосны поэтому в любом месте можно встретить совершенно любую интересная шишка очень здорово смотрится в работах ну и напоследок эвкалипт как-то я делал один из букетов из-за живого эвкалипта и осталось пару листиков я их засушила сушила я просто они стояли в вазочке и они высохли очень здорово смотрится в работах не осыпается ничего с ними не становится цвет они не меняют поэтому для меня шишки это наверное больше такое сувенир для воспоминаний и каждый каждый из них для меня несет особый смысл напишите пожалуйста вы в комментариях что вы обычно привозите с отдых и что возможно вы коллекционируете я так могу это назвать и также напишите в комментариях откуда вы мне очень интересно в какие растения какие природные материалы вы собираете именно в своих странах возможно есть природные материалы которых я даже не знаю и просто не подозреваю их существование ну и надеюсь вам понравилось мое видео даже два видео которые я делала на протяжении наверное недели я старалась вам показать все рассказать о каждом материале которые я использую также если вы не подписаны подписывайтесь на мой канал ставьте лайк пока пока